По письменным указаниям ООН, составленным, как известно, еще в мирное время во Львове и в других городах Западной Украины, сразу после их оккупации стала создаваться под командованием гитлеровцев украинская полиция. Во Львове она действовала подпольно уже за два дня до прихода фашистов. Полицаи, навербованные из активных ООНовцев, отличались в стрельбе с чердаков и окон по женщинам и детям, которые эвакуировались из Львова. Украинская полиция во Львове подчинялась гитлеровцу. Краевым комендантом украинской полиции по всей Галиции был немецкий майор Вальтер. Но комендантом львовской полиции фашисты назначили националиста Евгена Врицьону. Одного из тех бандитов, которые подписали 14 июня 1941 года бандеровское воззвание солидарности всех украинских националистических партий и групп. Фашисты поставили во главе украинских полицейских комиссариатов своих старых знакомых из УГА. Когда-то они верой и правдой служили династии Габсбургов и носили униформу австрийской армии. А теперь ревностно выполняли свою службу, помогая гитлеровцам устанавливать новый порядок. Украинских полицаев можно было видеть на улицах галицийских городов в обществе гестаповцев. Зловещая фигура украинского полицаев в черном мундире с позолоченным трезубом на шапке-мазепенке часто встречалась в оврагах за Яновским лагерем во время очередных акций. 12 августа 1942 года комендатура украинской полиции Львова издала приказ номер 2, который гласил, С сегодняшнего дня украинская полиция принимает непосредственное участие в чрезвычайной акции. Поэтому приказываю 13 августа 1942 года в 13.30 дня акция начинается в пяти комиссариатах. Акция будет продолжаться до отбоя. Приказываю доносить через каждые два часа о количестве захваченных и о использованных обоймах. 12 дней происходила во Львове августовская акция 1942 года. Одна из самых кровавых в истории многострадального города. Больше всего пострадало от нее население северных кварталов Львова. Инструкция украинским полицейским относительно их поведения во время августовской акции откровенно рекомендовала убивать мирных граждан при попытке сопротивления или бегства. На перекрестках опустевших улиц стояли полицейские машины. Фашисты и украинские полицаи волокли к ним мирных жителей, обнаруженных в подвалах, на крышах и чердаках. Плач и стон стояли над городом. На тротуарах олела свежая кровь. Украинская полиция принимала активное участие не только в подобных акциях массового масштаба, но и вообще в различных убийствах. Во Львовском областном архиве среди прочих документов о злодеяниях украинских полицаев хранится и такое донесение. «Я, полицай Ярослав Куценко, применил 13 августа 1942 года свое оружие к женщине, которая выпрыгнула из трамвайного вагона. Я дал один выстрел, убил бы ее, но наскочило еще два полицая. Чтобы не застрелить своих, прекратил огонь. Произвол царившей во Львове не поддается описанию. Достаточно было доносов гестапо, что такой-то человек не арийской расы или скрывает свое происхождение, как его немедленно арестовывали. Не помогали никакие доказательства и разъяснения. Арестованный был обречен. Граждане, над которыми нависала угроза смерти, жертвовали всем своим имуществом, чтобы только найти спасение. Об этом хорошо знали авторы черных списков. Они сами или их знакомые принимали добро на «временное» хранение. И за одну ночь богатели. Эти варвары пользовались всякими средствами террора и грабежа, считая, что война – единственная удачная возможность нажиться сразу, за чужой счет, безразлично, каким способом – выстрелом или взмахом ножа. Они брали пример с немецких фашистов, которые тащили в Германию не только сало и сахар, но и ковры, картины, мебель, серебро, рояли, библиотеки. 5 июля 1941 года, когда на львовских домах еще висели желто-голубые флаги националистов, жители города, знавшие немецкий язык, имели возможность прочитать в главном органе немецкой фашистской партии Фелькишер-Биабахер статью, посвященную Львову. В ней утверждалось, что Лемберг – это старинный немецкий город в Галиции, город австрийских традиций, культуры и цивилизации. Подобными же открытиями порадовал украинских националистов генерал-губернатор Ганс Франк, которого они встречали во Львове, а потом в Станиславе по староукраинскому обычаю хлебом и солью. Львовские вести в номере 68 за 1941 год опубликовали речь Ганса Франка, произнесенную им в Станиславе. Франк говорил, на этой земле мы, немцы, стоим перед серьезными, высокими, гордыми и даже эпохиальными задачами. Ганс Франк напоминал, немецкое государство может весьма кстати обратить внимание на то, что превосходный немецкий административный дух с 1772 года царил на этой территории. В ответ на эти оскорбительные для украинского националистического достоинства заявления украинские националисты, епископ, подчиненный Ватикану греко-унеадской церкви Хамишин и какой-то доктор Недильский, организаторы встречи Ганса Франка, подарили ему оседланного коня, чтобы он мог скакать по просторам украинской земли. После этого создатель Майдана Каясвенцема, Бельзеца и Треблинке, юриста-убийца Ганс Франк был приглашен в качестве почетного гостя на праздник, устроенный в его честь гитлеровскими халуями. Львовские вести в связи с этим писали. Так провело украинское общество Станиславщины свой праздничный день, который надолго остался в его памяти. Примечательно и то, как Ганс Франк продолжил линию политики пресловутого австрийского министра князя Метерниха, урожденца Западной Германии, который с таким успехом для Габсбургов применял в Восточной Галиции тактику «Divide et impera» – «разделяй и властвуй». Допуская и организуя украинскую полицию, гитлеровцы создавали в противовес ей польскую головную полицию – Крипа. Отдельным польским изменникам они позволили сотрудничать в таких оккупационных учреждениях, как отдел труда, Arbeitsamt или отдел питания. Вооруженный украинский полицай мог в любую минуту арестовать и потом безнаказанно убить при попытке к бегству своего личного и главного националистического врага, как учили Степан Бандера и Ганс Франк – поляка. Это было тем более удобно, что украинские националисты, которые служили в магистрате во время выдачи населению опознавательных карточек «Кенкарт», ставили в углах особые пометки чернилами разного цвета. Это был условный знак. Проверяя на улицах документы у прохожих, украинский полицай замечал в углу «Кенкарты» маленькую, едва заметную для глаза зеленую точечку. Она сразу же подсказывала ему «Убей его!» Перед тобою польский интеллигент, чья жизнь для тебя вредна. И полицай охотно выполнял указания своего старшего единомышленника. Если же точечка была поставлена фиолетовыми чернилами, это означало «Мне кажется, что предъявитель этой Кенкарты замаскированный еврей. Задержи его и проверь». Путь подобных задержанных был почти всегда один и тот же Яновский концлагерь. Или просто на Песке, Золычаков, где с каждым днём росла гора трупов, сложенных заключёнными из так называемой бригады смерти. Польские же националисты, служащие Арбайцанта, охотно поверив подсказанной им гитлеровцами истине, что всё зло от украинцев, что если бы не было украинцев, то немцы замечательно жили бы с поляками, действовали против украинцев. Желая выслужиться перед гитлеровцами, служащий Арбайцанта, польский шовинист, очень старательно составлял списки украинского населения на вывоз его в Германию в качестве рабочей силы или доносил фашистам на украинцев, которые сотрудничали с советской властью. За преступления польской полиции, умышленно переброшенной гитлеровцами из центральных районов Польши на Волынь, такой же монетой отплачивала украинская полиция, отправленная гестапо с Волыни на Хелмщину. Здесь пылают украинские сёла, и население уничтожается польскими националистами там. От террора украинских националистов ищет спасение в бегстве польское население Галиции. Всех убеждать не удаётся, и пепел пожарища остаётся на месте польских сёл. Члены ООН, нападая на эти сёла, вырезают поголовно всех – стариков, женщин, детей. Гитлеровцы злорадно потирают руки, ведь всё получается именно так, как было задумано – разделяй и властвуй. Лучшее и не надо. Они вмешиваются в эту братоубийственную войну ненавистных им славян лишь тогда, когда начинает гореть имущество. Гитлеровские власти говорят в таких случаях – можете уничтожать друг друга, если вам это нравится. Это нас не интересует, но поджигать и разрушать имущество не позволим. Всё имущество на этой земле, и вся земля – наши. Вызванный из глубины веков Гансом Франком превосходный немецкий административный дух якобы испокон веков руководит старинными украинскими землями, а всякие украинские центральные комитеты помогают оккупантам не только укреплять своё господство, но и выполнять давно ими задуманный план уничтожения и порабощения не только славянских народов, но и других народов мира. Степан Бандера, Андрей Мельник, Владимир Кубиёвич и другие знали отлично, для чего пришли гитлеровцы на земли Украины. Об этом давно знал весь мир. Фашисты не скрывали своих колонизаторских планов. Всему миру было известно, что в свой Лебенсраум жизненное пространство гитлеровцы включили Чехословакию, Польшу, Белоруссию, Украину, Дон, Кубань и другие земли. Зная об этих планах колонизации славянских земель фашистскими захватчиками, украинские националисты тем не менее каждым своим поступком, каждым лозунгом помогали им проводить жесточайшую колонизаторскую политику огня и меча, последствия которой были для Украины самыми страшнейшими из всех пережитых ею вражеских нападений и завоеваний. Субтитры создавал DimaTorzok